Почему количество финансовых пирамид в последнее время увеличивается? И как не попасть на удочку мошенников, обещающих огромную прибыль? О системе обмана и не только смотрите далее. Желание быстро и много заработать, наверное, было у многих. Человек так устроен, что не перестает верить сказку. Однако поймать на свою удочку мошенникам несложно даже состоятельного или состоявшегося человека. К сожалению, финансовое мошенничество не стоит на месте. Технологии финансового обмана прогрессируют, и каждый раз появляются все новые и новые способы убедить человека вложить свои деньги. Так по каким же признакам все-таки можно распознать финансовую пирамиду? Во-первых, это нереально завышенные обещания. Обещания, которые, очевидно, не соответствуют нормальному уровню доходности по обычным финансовым инструментам. Второй момент, который должен насторожить, это наличие или отсутствие у компании лицензии или иного разрешения со стороны Центрального банка на осуществление той или иной финансовой деятельности. Любая финансовая деятельность, тем более связанная с привлечением средств от физических лиц, осуществляется исключительно по лицензии, предоставленной Центральным банком РФ. Есть ли у данной компании лицензии или ее нет, можно легко проверить на сайте Центрального банка. Там содержатся реестры всех лицензированных им организаций. Если компания лицензии не имеет, значит нужно задуматься о том, что в данном случае вы сталкиваетесь либо с откровенным мошенничеством, либо с каким-то серым рынком финансовым. Третий важный признак, по которому можно распознать финансовую пирамиду, это непрозрачность организации. Финансовые мошенники никогда не раскрывают смысл своей деятельности. Они не рассказывают, как они зарабатывают деньги, за счет чего они собираются выплачивать доходы вкладчикам, а также не дают никакой информации о руководстве и владельце организации. Современные финансовые пирамиды очень часто вообще стараются быть минимально публичными. То есть они стараются распространять информацию о себе и привлекать вкладчиков непубличным способом, то есть обращаясь индивидуально к человеку, распространяя информацию через социальные сети, избегая средств массовой информации. Стандартный срок службы пирамиды – несколько месяцев. Это время достаточно, чтобы охватить потенциальную аудиторию и при этом оставаться в тени. Как только пирамида становится слишком публичной или слишком заметной, она закрывается. Елизавета Никитина, Радмир Софиулин, Универньюс.